У Хальчанской базовой школы сегодня двойный юбилей. 125 годов с момента заснования установки и 105 годов, как и она, працует в сучастном будинке. Правда, когда директор Светлана Моисеева у першиню пришла сюда в 2004-м, школа выглядала далеко не самым лучшим членом и находилась в аварийном стане. Зато и теперь Хальчанская базовая сирот лидеров у районной системы эдукации. Причем не только в плане доброупорядкования. Уже четвертый год сельская установка, улику Пераморцева обосновала конкурсу «Компьютер, адукация, интернет», а 70% наставников мают в первшую и вышедшую категорию. Светлана Моисеева каже, что вельми гонорица своим коллективом без его допомоги ничего б не отремался. Хоть рассказывает директор не только о достигнениях, заповедная мара, будонистство ящей никаких корпусов и перевод школы у статус средний. У нас проект на строительство, который предусматривает реорганизацию в базовые школы, в среднюю школу, потому как Хальч перспективный населенный пункт и количество детей в Хальче с каждым годом увеличивается. Сучасные женщины, люди особливые, досягнуть успехов могут в любой сфере. Они и керевники предприемства, и жевеловоды, от вынеков працы, яких задержится добробыт всей господарки. Молоко для унитарного сельского господарчика предприемства «Радуга» Ветковского района – основный вид продукции. Оттому и операторы машинного доения тут в особливой пашане. В минулом году от кожной коровы у господарца надоели 6200 кг молока. Максимум не самый высокий показчик, а значительно больше среднего областного. Подчас ушанования Наталью Мяшкову из «Радуга Агра» назовут вельми отказным работником. У Ветковский район она приехала с Витебшиной, а май 18-й годов тому, и весь час працую у одной господарцы дояркой. Причем работа не перешкодила ей выховать двух детей. Подчас сдымок женщина крыку соромится. Не кожный день дает ей такая увага. Это увагу ли риса характерная для женщин, которые живут в сельской местовости. Мы обычно проводим по четырем-пяти номинациям. Чтобы были женщины-руководительницы, женщины-специалисты, заслуженные женщины, женщины-общественницы и молодые женщины. Вот обычно пять номинаций, которые мы хотели бы почаствовать. Милые, чаровные, каханные и незвычайные – это только некоторые эпитеты, которые чуют свой адрес в денице концерта «Веншаванне». Мы славим женщину прасы. Приемные слова и не меньше приемные подарунки. За организаторами свято саправды можно погодиться. Одного дня, как признаться женщинам о любови, саправды мало. Алексей Тюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Продолжение следует...